Приветствую всех, дорогие друзья! Вот уже третий день, я круглосуточно упаковываю и отправляю вам карты, снять полноценный обзор на колоду, пока у меня нет ни сил, ни времени, точнее, приоритеты пока другие. Сейчас в приоритете, конечно же, отправить карты всем тем, кто есть в предзаказе и кто так давно ждал. Наконец-то колода выпущена, обязательно я сниму на нее обзор чуть попозже. А сегодня мы вместе упакуем карты. Я вам бегло сейчас покажу, что здесь есть внутри. Сначала мы думали, что будет инструкция по QR-коду, и вот он здесь есть, и на Яндекс, и на Гугл Диск, но в итоге напечатали мы вот такую МВК. Честно сказать, у меня даже времени еще не было детально все просмотреть, изучить. Я тут вам даже в конце сделала примеры раскладов. Вот они здесь их напечатали. В общем, вот так выглядит колода, точнее, инструкция. Познакомимся мы с ней в детальном уже подробном обзоре. Твердый бокс блестящий. Ну и, конечно, сами карты. Боже, я настолько в восторге. У меня сейчас нет особой сил выражать эмоции, потому что я очень устала, но вместе с этим счастливо невероятно. Вот такие вот карты. Многие оценили идею. Так, сейчас, где она? Императора с императрицей. Сейчас я вам их покажу. Так, вот императрица. Вот они, две половинки единого целого. Немножечко они кривовато напечатали, но вот если вот так сделать, то понятно. Ладно. Вот, так, четыре рубашка такая. Она абстрактная. Я не стремилась сделать ее симметричной, но все равно хотела, чтобы можно было делать расклады и на перевернутые колодья, потому что я работаю исключительно с использованием перевернутых карт, поэтому здесь непонятно, в перевернутом она положении или нет. Так что можно считать, что она симметричная и спокойно делать перевернутые положения. Да, вот карты. Такие про каждую карту я отдельно расскажу, покажу. Все. Пока вот вам для знакомства. Ну, давайте упакуем карты. Вот уже несколько здесь у меня лежат упакованных, которые я утром буду отправлять. Так. И беру вас с собой в этот процесс. Так, это мы уберем. Еще давайте покажу, какая у меня здесь красота есть. Когда я была в Питере, оформляла, как раз подписывала договор с типографией, нашла там лавку Деда Мороза на Невском проспекте. Посмотрите, какое чудо. Такая вот замечательная штучка для настроения. К каждому я вкладываю открыточку. Вот у меня их немного осталось. Уже едут ко мне следующие открытки, все остальные уже упаковала. И каждому человеку я стараюсь подбирать открытку. Просто как я этого человека ощущаю. Так, что это у меня тут на памятнику какое-то написано. Такие винтажные открытки. До этого были открытки в стиле скетчинг, такие более современные. Их было чуть меньше в наборе, поэтому они уже закончились. И каждому я подписываю именную открыточку. Это мы сейчас упакуем колоду для Татьяны. Несмотря на то, что я невероятно устаю сейчас, потому что ночью в основном поздно вечером занимаюсь упаковкой. Работу никто не отменял. Потом отправляю карты. Но вместе с этим я настолько счастлива, потому что это такое ощущение, усиленное ощущение нужности. Ощущение нужности творчества, принятия творчества. Это, конечно же, очень приятно. Еще такие сообщения от вас я получаю каждый раз. Просто греют сердце мне. Спасибо вам огромное. На самом деле вот эти именные открытки усложняют процесс, потому что нужно понимать, кому отправлять, в какой пункт человек заказал. Не отправить случайно ни туда. И, боже, я очень надеюсь, что я ничего никому не напутала и что каждый получит открытку со своим именем. Крайней мере, знаете, я старалась сделать для этого все. Сейчас у нас, хотел сказать, глубокая ночь. На самом деле не такая уж глубокая. 12 часов. По ощущениям уже довольно поздно. Спасибо моей подружке, которая нарезала мне бумагу, чтобы я сейчас на это не тратила время. Вообще, когда колода только приехала, она приехала, ну вот, 3, кажется, дня назад, вечером уже я начала заниматься упаковкой, пригласила домой подружку. Точнее, она сама хотела поупаковывать карты, потому что это довольно праздничное, новогоднее занятие упаковывать подарки. Вот. И мы целую ночь практически просидели за вот этим занятием. И это такие прекрасные воспоминания, тёплые. Я делала фотографию на память. Буду вспоминать в следующем году, потому что, конечно, очень интересный такой период в жизни. Потрясающий. Вот знаете, хоть это всё и сложно, и упаковка, и очень много времени действительно занимает, но я вообще не жалею ни о чём. У меня ночные откровения немного. Так, ну, друзья, если у кого-то будет кривовато, извиняйте, чукча не упаковщик, но, по-моему, получается очень миленько. Так, я ушла из кадра, да? Возвращаюсь. А, так, пока не забыла. Пока не забыла. Чтобы понимать, ко мне что отправляю, я делаю вот такой огрызочек и пишу, для кого это посылка. Это у нас была Татьяна. И тут я потом ниже напишу, какой пункт нужно отнести. Боксберед, ДЭК, почта, Авито, доставка. Так, а что мне тут не хватило? Ох, тютельку. Тут сильно много получилось. Ну, что? Получаю от вас сообщение, да? Начала рассказывать. Вот сегодня девушка написала, которая заказала колоду. Сообщение, я надеюсь, не забуду вам здесь прикрепить, чтобы вы его прочитали. Она написала о том, что колода магическая. И вы видите мой ответ, что я не отправляю колоды, пока не исполню такой ритуал. Возможно, это то, что просто приносит какое-то успокоение для меня, да? Или облегчение, или вот что-то такое. Но все равно я верю в силу намерения. в силу наших желаний, да? И на то, на чем мы концентрируемся. И очень здорово. У меня такие мысли, конечно, путанные, сумбурные. Ну, прошу меня простить. Так, что я говорила? И вот здесь сейчас еще сделаем. Просила намерения, да? Я действительно очень хотела бы, чтобы в мире было как можно больше именно счастливых людей. И колоды я заряжаю на то, чтобы люди получали радость, поддержку, работая с этой колодой. То есть, чтобы карты стали источником поддержки, источником помощи, да, вот такими всякими вещами. Потому что это для каждого из нас очень нужная вещь, когда мир счастливее, когда люди счастливее. Потому что тогда мы будем как можно меньше сталкиваться с негативом. Можно больше позитивных людей будет вокруг. Даже все прекрасно. Общение, да, только будет приятным. По большей части. Вот поэтому, если я могу сделать это каким-то образом, а я верю, что могу, то я пробую это делать. Так что, друзья мои, все, кто заказали карты, вам едет в магическая колода. Так. Ну вот так я и буду отправлять. Сейчас еще покажу, какую коробочку складываю. Хотя видео я уже много сняла, видео Reels с упаковкой колоды. Так. Сейчас мы подровняем, чтобы красиво было. Ну вот сколько я уже снимаю это видео? 10 минут, да? То есть, получается, примерно по 10 минут на упаковку каждой колоды. Потом вот такая коробочка. Коробку я складываю. Здесь потом будет наполнитель. Это я уже утром сделаю. Сейчас не хочется мне. И сверху, чтобы не задуть, для кого, я вот так вот вкладываю листочек. Потом я его достаю. Сейчас я его просто сюда сложу. Так что вот такая посылка вам отправляется. Ну что, давайте еще одну упакуем. У меня там еще много, поэтому проведем чуть больше времени вместе. Эта колода поедет... Так, эта колода поедет к Анжелике. Я стараюсь уделять внимание таким мелочам, потому что это очень приятно. И мне было бы самой очень приятно получить такую посылку. Так, гномики на этой посылке у нас будут. Вообще, все самые актуальные новости по колоде, в том числе и сейчас в первую очередь по колоде, выходят в телеграм-канале. Поэтому, если вас там нет, заглядывайте, там будет все самое важное. Сейчас чуть я поотправляю, в общем, заказы и уже буду заниматься съемкой контента для Ютуба. И расклады обязательно будут на этой колоде. Новогодние, разумеется, в том числе. И значения карт. Отдельно у меня есть идеи поснимать видео. Ну, не скажу, что обучающие. Видео по придворным арканам. По старшим. В общем, всякие интересные. Для лучшего понимания их. Может быть, какие-то новые для себя расклады найдете. Так, это тоже пока не забыла. это для Анжелики. Рассказывайте, как у вас с новогодним настроением. У нас уже елки начали продавать. Хотя, как-то, мне кажется, поздно. Сейчас уже середина декабря. Какое там, 13-е, что ли, число сегодня. А елочки только начали продавать. Так. Красиво. Сейчас мы этот хвостик подрежем. Я сначала думала, нет. Ну, его в баню столько упаковывать. Упаковка будет для тех, только кто был в предзаказе. Потом подумала, ну, нет. Пусть все-таки каждый, кто закажет колоду, получит такую упаковку. Возможно, без именных открыток будет попозже. Я еще подумаю, как это все будет. У меня тоже 7 пятниц на неделе. Кстати, первая партия тиража уже заканчивается. Следующую партию мне пришлют. Ну, будем надеяться в январе, но не факт, честно говоря. Посмотрим, как будет, потому что вот этот тираж очень задержали. На 2, по-моему, месяца. Причем задержали, по большей части, из-за коробок. С коробками там все намучились. Карты уже давно были готовы, а вот именно коробки. Были, в общем, с ними проблемы. Поэтому такие задержки произошли. Скорее всего, я пока еще не знаю точно, но возможно, что следующий тираж уже после всех тех, что мне пришлют, будет в обычных мягких коробках. Не знаю, может быть, придумаю что-то интересное. Тоже, может быть, фольгированные какие-то фрагменты, либо какую-то интересную конфигурацию коробки. Вот, потому что с картонами, либо, не знаю, может быть, в другую типографию обращусь. Причем пока не думала об этом. Прям много. Все, сейчас мы эту с вами упакуем. Дальше уже, чтобы вас не утомлять упаковкой, продолжу сама. Чудесная пора, конечно, для меня сейчас. сейчас. Что я сделала? Все правильно, да? хотя так тоже красиво, да? Нет, надо чуть-чуть подвытянуть. Ну что, все, друзья, я с вами прощаюсь. Увидимся, я думаю, в ближайшее время. Приходите лучше на телеграм-канал. Там мы с вами много общаемся, там всякое разное выкладываем. Все, всем до встречи. Обнимаю. Желаю всего самого прекрасного и, главное, новогоднего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok